Всем привет на третьем дне All Star Weekend. Каким он получился? Что в нем было интересно? Вообще, что там происходило? Обсудим с вами прямо сейчас, поэтому устраивайтесь как можно удобнее и давайте начинать. Итак, начинаем мы с вами сегодня по стандарту со знакомства с ростерами стартеров и резервистов. Если кто-то вдруг упустил ранее эту информацию, то все игроки находятся на ваших экранах и надо сказать, что в этом году Лига приняла решение вернуться к классическому формату противостояния Запада и Востока. То есть нет у нас больше никакого драфта от капитанов, как было последние годы, нету больше правил, когда четвертая четверть играется до плюс 24 очков память о Кобе Брайанте и без времени, нету больше никакого обнуления счета, все по дефолту, 4 четверти по 12 минут имеются, кто побеждает, тот побеждает, что на мой взгляд более просто и более привычно, наверное, для всех. Четверть номер один стартует с адской пулеметной очереди от Ториза Холибертона, который за 4 первые минуты запускает 5 из 5 дальних выстрелов, забивая вообще с любых позиций, с любых дистанций и по сути с него и начинается тот самый перестрелочный формат в первые 12 минутки, который потом продолжится вообще до самого конца. Потому как впоследствии эту идею подхватят Дэйм, Тейтум, да даже Бэм Адебай и тот умудрится поливать издали. У запада же тем человеком, который мог бы составить конкуренцию в подобном виде игры, сидел в этот момент на скамейке и наблюдал за происходящим где-то сбоку. Да, в этом году Стефан Карри не стартер, а резервист. Организовывать хоть какой-либо свой единоличный ответ на подобные он сумел только тогда, когда был взят минутный перерыв. Из особо ярких эпизодов на фоне бесконечных бросков из-за дуги от востока и запада, мне лично запомнились два Данка Леброна, который в свои 39 лет на матче звезды еще и с травмированной лодыжкой не поленился, дал парочку раз сверху, запустил сквознячок и после этого пошел отдыхать. Кстати, забавный факт, Леброн и Кавай были единственными игроками, кто вообще выпускал в молоко свои броски в первом отрезке. Да, когда проходит МВЗ, приходится считать вот такие вот эпизоды на фоне всей этой запредельной результативности и далее мы еще, к сожалению, не раз будем с вами вынуждены обращаться к подобным видам метрик, если их вообще можно так назвать. Ну а в целом, на этом забавном моменте можно тормознуть и переходить к четверти под номером 2, потому что чего-то более еще интересного я на площадке лично для себя не отметил. Завершена, если что, была первая четверть со счетом 4753 в пользу востока и давайте двигаться дальше. Четверть под номером 2 и стартует она с отличного алью Полеброна Джеймсона Дэвина Букера. Да, дедушка все еще в порядке, ассистировать он умеет хорошо, а Дэвин умеет красиво завершать. Правда, вот ответный момент, когда уже Букер ассистировал королю, закончился, к сожалению, не так здорово, как хотелось бы. Хотя, опять же, не отметить того, насколько Джеймс атлетичен в свои 39 лет, просто мы с вами не можем себе позволить. Что было еще, если вынести за скобки продолжающийся еще со вчерашнего дня три-поинт-контест, который плавно переместился почему-то на матч всех звезд. Но, во-первых, Кавай снова отметился вторым сквозняком. Это важно. Во-вторых, появившиеся на площадке Пол Джордж и Трей Янг выдали совсем что-то нетипичное для подобного вида матчей. Джордж забивал энд-уан благодаря фалама Трей Янга, а буквально в следующем эпизоде Айс Трею свистнули пробежку. Да, случается и такое. В-третьих, дуэт ленивцев в виде Луки Дончича и Николы Йокича однозначно забирает приз зрительских симпатий за полнейшее отсутствие желания бегать, прыгать. Да, у Николы был прекрасный при этом шанс долбануть сверху в отрыве, но он демонстративно этого делать почему-то не стал. Видимо, бережет себя для возможного участия на будущих SDK, хотя мы видели, как на разминке он забивает, постараясь через Стефана Карри. И даже бросать у этой парочки, если честно, получалось вот только так. Забавно, что Никола после неудачной попытки Луки Дончича запустить бросок со своей половины корта попросил заменить Словенца, но его никто не послушал. Ну а если говорить серьезно, то Восток на самом деле продолжал более чем уверенно идти вперед, забивать свои бесконечные трехочковые, что помогло ему уже к концу первой половины пробить отметку в 100 общих поинтов. Ну а у Запада особо выделялись, пожалуй, только Стеф, Кейди, Шай и Карл Энтони Таунс, которые, собственно, были и лидерами своей ротации по результативности. Со счетом 89-104 в пользу Востока коллективы уходили на большой перерыв. Кстати, установив попутно рекорд матчей всех звезд по количеству общих очков за первую половину, равную 193, и мне здесь лично больше добавить абсолютно нечего. В наше время найти оригинальные баскетбольные кроссовки нелегко. Посредников масса, все они разные, а вот кому доверять можно, а кому нет, вопрос сложный. Поэтому в очередной раз могу смело порекомендовать вам канал Poison кроссовки и не только. Здесь вы сможете заказать любую оригинальную вещь из-за рубежа. Ребята ориентируются на высокое оказание сервиса, поэтому любой товар, который вы заказываете, проходит несколько этапов проверки, что гарантирует вам то, что вы получите 100% оригинал. Также важно отметить, что ребята сделали шикарное нововведение. Теперь для каждого клиента доступна оплата в сплит, то есть 50% от цены вы платите при оформлении заказа и 50% потом, что одновременно и удобно, и безопасно. Ну и, конечно же, скорость доставки. Poison кроссовки и не только отлично потрудились над логистикой, и каждый заказ приходит на 30% быстрее, чем в любом другом магазине. Все ссылки я, как обычно, уже оставил для вас в описании. Переходите по ним, заказывайте кроссовки, ну а мы с вами двигаемся дальше. Четверть под номером 3, и давайте я сэкономлю вам ваше время. И скажу, что вот прям ярких эпизодов здесь можно было по пальцам одной руки посчитать. Первое — это попытки Холибертона повторить легендарную передачу локтем в стиле белого шоколада. Второе — это мемесный момент со смазанным данком от Луки Дончичи, который позже скажет, что для него это было просто слишком сложно, и поэтому не судите его строго. И в-третьих — бросок середины корта от Дэмиана Лиларда. В остальном же, уж простите, но это было просто невозможно смотреть без сожаления. Темп игры упал ниже некуда. Игроки даже не старались сделать хоть что-то красивое, а на их швырки из-за дуги к середине третьей 12 минутки реагировать перестали не то чтобы зрители на трибунах, но и комментаторы. Да, Восток при этом пробил отметку в 160 очков, вопрос на самом-то деле перед началом четвертой четверти у меня оставался только один. Увидим ли мы пробитие 200 очкового порога в этой игре или же все-таки не увидим? Спойлер — увидели. Я, честно говоря, не знаю, что тут можно еще комментировать, но более убогой игры на матче звезд я вообще себе не припомню. В первом обзоре игрового дня уикенда я говорил, что звездам может быть простительно где-то еле бегать или играть кое-как на матче всех звезд, потому что они как бы уже и так звезды. А вот молодым нужно стараться, но то, что мы увидели в этом году, это, как по мне, был исторический провал. Ощущение складывалось такое, что все мы сегодня с вами стали посмотреть не на центральное событие уикенда, а на какую-то тренировку игроков. Да, немного забивали, да, прошибли впервые в истории матча звезд отметку в 200 очков, а их общее количество равно было 397. Еще раз, 397, но что дальше? В следующем году обе команды перевалят за 200. И самое стрёмное, если честно, на фоне вот такой вот игры было слышать, как после матча трофей Коби Брайанта, игрока, который всегда рубился на всех своих МВЗ и считал, что это та же самая игра, как и многие другие, вообще кому-то вручался. Сегодня этот кубок надо было назвать как угодно, хоть трофеем лучшего среди худших, но никак не трофеем Коби. Достался он, кстати, по итогу Дэмину Лиларду, забившему 39 очков, а которого толпа освистала, что я тоже, кстати, впервые за последние годы вижу. Да, наверное, все хотели, чтобы этот трофей достался Теризу Холибертону, но камон, зачем свистеть? Хотя, возможно, люди так просто выражали свое общее недовольство от увиденного. Потому что кого волнуют все вот эти цифры, как и тот же самый полтинник от Карла Энтони Таунса, который спасибо, да, что хоть как-то старался ради зрителей и в четвертой четверти забивал такое ощущение, что вообще весь свой арсенал данков попытался даже из-под ноги что-то там придумать. Пока остальные на свободные кольца тупо забивали лейапы. Просто вдумайтесь, главные хайлайты сегодняшнего игрового дня это незабитые броски от Луки Дончича и неудачная попытка от Николы Йохича забить данк в концовке, которая правда выглядела смешно, с этим не поспоришь. Хотя, если вдуматься, то это ни разу не смешно для самой NBA. Я не знаю, может быть у меня у одного так сгорает от подобных матчей, но прикиньте, лица тех людей, кто купил билеты, пришел на арену, хотел увидеть шоу, а получил 200 очков, 67 реализованных трехочковых из 168 выброшенных и полнейшее отсутствие вообще какого-либо уважения к зрителям. Напишите в комментариях пресс-ф, если согласны, что подобные МВЗ надо нахрен закрывать и, пожалуй, на сегодня все. Итак, All Star Weekend в Индианаполисе официально завершен. Каким он получился лично для вас, обязательно рассказывайте ниже в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, потому что впереди вас ожидает еще много всего интересного, большие выпуски, их несколько, они на подходе, так что не пропустите. У меня же на сегодня, в принципе, все, ставьте большой палец вверх, если видос вам понравился, услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok